Снига «Открытым оком», 7-й тонн. Вопрос 1804, тема «Жития». Насколько можно доверять описанию внешности святых, их образу мысли? Из каких источников Дмитрий Ростовский писал эти «Жития»? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Полностью нельзя доверять ни Дмитрию, ни другим. Он был прекрасный писатель-полемик. По-советски агитатор за хорошее светлое будущее в монастырях. У него работала фантазия фантастов, как у Герберта и Ершова. Очень много скучно стандартных описаний. Видимо, материалов совсем никаких не было, а вымучить уже не было сил. Он болел, и церковное устройство было в развале. Попы безграмотные, нравственность аховая. Жития эти уже и кончать надо. Чтобы примерно равное количество и по объему на каждый месяц набрать. А данных ноль. Это сегодня понятно и семинаристам, и никто почти не верит этим его житиям. Но пока они есть, мы их читаем. Если уж нет доступа к Библии, тогда пусть будет то, что питала Русь целую тысячу лет. По крайней мере, домострой под над ним. Многие сомневаются о чудесах-примучениях. Что святые как бы железные, твержее железо. Что бы ни навалилось на них, они не падают. Тут надо верить. Бог все может. А вот там, где против Библии, где труды иноческие, звездные, обеты иноческие, равноангельские, бестелесные, кончина иноческая, благоуханная, где все-все иное, чем в Библии, тогда как бы ни оказались и они, и мы, иными, иноческими. Ино от Бога и ино от Библии. Иеремия 14,14 И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. А они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремия 23,21 Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Многое писалось с чужого голоса, с чужого видения, с чужого писания. А это все такое разное и друг друга опровергает часто. Христофор, память 9 мая Память Святого Христофора весьма чтится как на востоке, так еще больше и на западе, особенно в Испании. На западе прибегают к нему во время заразительных болезней. Одни утверждают, что Святой Христофор по происхождению своему был хананим, а другие производят его от канюнеев или кинокефалов – собака и голова. Антропофагов – человек и есть. Песе вид Святого в славянском прологе отвергается, а Никодим, синаксаристе, дает ему только безобразный вид. Оглядываться стоит и почаще, особенно глухому, в темноте. Увидишь в храме, из кармана тащат, что не припрятал то, над чем корпел. Назад не озирайся, что оставил, в разратном прошлом гибнущем Содоме, на вожделение закрытые веки ставны. Каким пропащим был, об этом помню. Не вспоминая своих заслуг великих, а почивая сном на прошлых лаврах, парализующие прежние улики, расстравливает ум на ранах старых. Прошедшее, прощенное Иисусом, он бросил за хребет свой и забыл. Каноны вехи в обновленном курсе, таланты в дело, но не нараспыл. Не озирайся, что оставил, бросил, пожертвовал так много и еговель. Не задавай ненужные вопросы. Довольствуйся, избегну малой кровью. Припомни, сколько раз погибель тебя подстерегала в подворотне, как прошептал испуганно молитву. Перекрестился, леденело потный. Спаситель наш, Создатель наблюдал. На прошлое в испуге озираюсь. Да, вот теперь как раз тот час настал Христа прославить за любовь и жалость. Наш плуг прямую борозду ведет. Скрываясь за вчерашним горизонтом, Все беды не обдумать наперед, И в каждый день неопытно стрессонок. Что не скажу, так часто ни в попад, Ни к месту, ни во время, ни по вкусу. Задел свидетельством епископа, попа. Да, угодить бы только Иисусу. 2 сентября 2003 год. Игнатий Лавкин.